Приветствую вас на канале Девайс! Сегодня на обзоре видеокарта от компании Гигабайт, модель GeForce RTX 4060 Eagle OC. В описании под видео я оставлю ссылки, где вы сможете узнать актуальные цены на эту видеокарту. Делитесь своим мнением в комментариях и не забывайте ставить лайки. А чтобы не пропустить выход новых обзоров, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Начинаем! Компания Гигабайт проделала действительно отличную работу над дизайном корпуса видеокарты. И хотя мир полон чёрных или белых видеокарт, команда дизайнеров Гигабайт решила сделать что-то ещё более дикое и авантюрное, и это называется серой. Тем не менее, она действительно выглядит великолепно, с некоторыми интересными линиями и формами, вырезанными в ней, что позволяет разнообразить дизайн. В ней также используется классическая компоновка вентиляторов Гигабайт WinForce с тремя вентиляторами. Средний вращается в направлении, противоположном внешним вентиляторам. Конечно, все три вентилятора управляются шим и могут включаться или выключаться по мере необходимости, однако когда работают все три вентилятора, средний вентилятор помогает уменьшить турбулентность, пропуская больше воздуха через карту. Она также компактная, занимает всего два слота, что довольно приятно после видеокарт RTX 4090, которые занимают четыре слота свободного пространства. Ещё более интересным является традиционный восьмиконтактный разъём дополнительного питания. Сзади имеется отличная задняя панель, цвет которой соответствует переднему кожуху. На краю есть небольшой вырез для разъёма питания, а также переключатель BIOS, на котором расположены оси и бесшумные режимы. Гигабайт GeForce RTX 4060 – это графическая карта среднего класса с индивидуальным дизайном и близкой к рекомендованной цене. При цене чуть выше рекомендуемой производителем розничной цены NVIDIA карта предлагает вам трёхкулерное решение для охлаждения, которое должно работать тише, а также имеет толщину строго в два слота. Новая GeForce RTX 4060 предназначена для замены длинной линейки чрезвычайно популярных графических процессоров среднего уровня от NVIDIA, начиная с GTX 1060. Большинство геймеров на ПК по-прежнему играют в разрешении 1080p Full HD, и для них RTX 3060 предлагает максимальную игровую производительность AAA. GeForce RTX 3060 – это графический процессор нового поколения, основанный на новейшей графической архитектуре Adela Flays. Это даёт два неоспоримых преимущества по сравнению с видеокартами предыдущего поколения. Во-первых, она поддерживает генерацию кадров DLSS 3 – революционную новую функцию, которая позволяет вам почти удвоить частоту кадров в поддерживаемых играх, генерируя целые альтернативные кадры полностью с использованием искусственного интеллекта. Во-вторых, поскольку RTX 4060 основана на новейшем 5-нанометровом процессе, она обладает самым низким энергопотреблением в своём классе, а типичная игровая мощность составляет не более 115 Вт. А теперь посмотрим, как видеокарта показывает себя в играх. В таблице я указал средний FPS на максимальных настройках графики, измеренный в трёх разрешениях 1080p, 2K и 4K. Как видно, играть можно в любые проекты, даже самые требовательные. Конечно, с увеличением разрешения экрана, производительность видеокарты падает. Однако технологии NVIDIA DLSS и AMD FSR помогут существенно увеличить частоту кадров в игре. Ну а обзор подошёл к концу. Если он понравился вам, то не поленитесь поставить лайк, так вы поможете развитию нашего канала. Обладателей этой карточки приглашаю оставить отзыв в комментариях. Остальным напомню, что в описании под видео я оставил ссылки, где вы сможете узнать актуальные цены на данную видеокарту и купить её. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Чтобы не пропустить выход новых обзоров, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. До скорого!